и зафиксировал данный факт и возбудил дело. Это бывает очень редко, в основном по обращениям граждан. Если какой-нибудь гражданин посчитал, что он оскорблён, или что-то он недополучил, или, может быть, какая-то конкурентная такая борьба между банками пошла, и, соответственно, заявили друг на друга. То есть по заявлениям лиц. И не обращайте внимания на рекламу других банков. Все какие-то требования законодательства есть, они никуда не деваются. И от того, что все кругом нарушают, например, в интернете, контекстная реклама, то же самое. Сейчас за контекстную рекламу ещё, видимо, не взялась Федеральная налоговая служба, потому что вся контекстная реклама кредитов, она вся с нарушением идёт в интернете. Вот посмотрите, всегда ставка и там условия подробнее. Это всё считается нарушением законодательства. Значит, штрафные санкции. Что может быть? От 100 до 500 тысяч рублей. Драконовские штрафные санкции, но они ещё больше увеличатся, как сказал Алексей. От 300 до миллиона. Представьте себе, за каждый факт. То есть за каждый баннер, грубо говоря, за каждую жалобу. Поэтому всё это достаточно сложно. Ну и тогда, может быть, такой момент рассылки. СМС-рассылки интересуют вас, да? Электронные рассылки. Все, наверное, мы знаем, что нужно получать согласие абонента на получение данной рассылки. И есть такой маленький нюанс. Раньше был то, что если в СМС или в электронном письме идёт индивидуальное обращение, написано там, уважаемый Сергей Михайлович, вот наш банк вам сообщает то-то и то-то, то данное письмо считалось не рекламным. Вот есть у кого-нибудь такое понимание, да? Нету, да? Ну хорошо, что его нет, потому что о нём нужно забыть. Сейчас было решение при Великий банк Home Credit в 2014 году в конце за такую персональную СМС-ку. Человек посчитал, что это реклама, и суд подтвердил, что это действительно реклама, несмотря на персональное взаимодействие. Всё равно это было рекламным сообщением. Да. А что касается рассылок в WhatsApp, Viber, что с ними? Они не являют? Их пытаются... Нет, это всё то же самое обращение личное, это всё реклама, да. Нет, имеется в виду, что если человек не давал согласию... Не давал. То есть мы берём какую-то просто... Сгенерировали номерную базу там, да, в Excel и начали по ней шпарить. Нас не могут привлечь? Могут. За что? За то, что вы не получили согласия. Провайдеры этой услуги говорят, что это не является средством телекоммуникационной связи, WhatsApp и Viber тоже. Значит, смотрите, указано то, что в законе реклама, распространяемая по каналам электросвязи, ну, вот эти вот сообщения, распространяемая по каналам электросвязи. Сейчас идёт спор между юристами, что такое распространяемое по каналам электросвязи. В большом смысле, в широком смысле, вообще любой интернет распространяется по каналам электросвязи. Если идти вообще прям от точки по формальному такому прочтению, то получается, любая реклама в интернете, она должна быть с моего разрешения. Но такого мы, конечно, не видим. Ну вот, что касается, действительно, вы говорите, что сейчас у них такая позиция, потому что ещё не было наказания, не было, да, но, тем не менее, уже интервью есть сотрудников ФАС, где они говорят о том, что они это расценивают именно как мобильная реклама, СМС-реклама, да, то есть приравнивают её именно к каналам электросвязи. Е-мейл-рассылка. Е-мейл-рассылка, то же самое. Всё это является рекламой, распространяемой по каналам электросвязи. И вот вы сказали, что все баннеры, вся контекстная реклама оформлена, вся неправильно. В интернете. Всё плохо, да? Где методические тогда рекомендации, как это должно быть? Нужно запомнить одно то, что... Вот вы уже пришли, да? Запомните одно. Если вы указываете хотя бы одно составляющее кредита или вклада, ну, чаще всего это бывает ставка, значит, вам нужно указать абсолютно все моменты, которые влияют на доходность или на расходы человека. Но когда... Больше никаких нет послаблений. Рекламное объявление, допустим, идёт в контексте, да? Оно формулируется, что там... Выдаём займы выгодно, да? Всё, у вас здесь нет ни ставки. Здесь нет ни ставки, никакого-нибудь, да, условия. А если я говорю, допустим, выдаём займы 1% в день, то он должен вот такую пачку сопротивлений... Сразу же, да, к сожалению, да. Где, прямо в самом объявлении? Да, конечно. Или когда на него щелкнут уже? Нет, 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 в самом объявлении. А, всё, уже тут ушло. В самом объявлении. Давайте...